Она спуталась с поэтами, помешался на театрах, Так и шастает с билетами на приезжих гладиаторов. Взойди, о солнце! Сомкнуть шеренги! Плотнее! Собирайте стражников, и пусть выведут их из дворца. Наши войска разбиты. Бегите, мой царь! Спасайте вашего сына! Брат мой! Я должен был это предвидеть. Я пришел за тем, что принадлежит мне по праву. Ты самозванец. Убей меня. Но ради своей чести, сохрани жизнь моей жене и сыну. Брат, брат, что ж я, по-твоему, дикарь? Позволь мне доказать тебе, насколько милосерден может быть победитель. Я всего лишь следую своему предназначению. А мое предназначение – царствовать на троне. Сын и наследник. Так, так. Пощади. Любимый племянник. Прошу тебя. Он еще совсем маленький. Пощади его. Прошу тебя. За ними убить их. Я сон и аргонавты. Я буду служить и защищать тебя, как твоего отца. Но ты должен извлечь урок. Вот что значит быть фараоном. Я фараон Египта. И у меня есть обязанности, возложенные на меня богами. Никто тебя не боится. Ты царь-ребенок и прячешься за чужими спинами. Ты еще ничего не сделал. У нас есть долг перед царством. Кому можно доверять? Никому. Я служу лишь на благо Египта. Нет, генерал, ты служишь мне. Царство на грани вторжения. Народу нужен спаситель, нужен герой. Люди будут поклоняться тому, кто приведет их к победе. Что ты видишь? Возможность, возможность, возможность! Ты кровь истории. Сразись с целой армией и умри, если хочешь. Тебя он любит, но я его царица. Всех, кто им уверен, надо уничтожить. Бен Кингслик, ты не готов вести этих людей в бой? Судьба нам просто так не дается. Мальчик! Ее надо захватить. Бумтар! Царь! Народ мой! Я твой фараон! ТУТ! Отец на охоте опять говорил про западные земли. Он побывал там, когда был молод. Что, открыл их? Нет, нет. Их открыли другие до него. А как? Воин объезжал коня. Овод укусил того коня. Конь пустился вскачь и завез воина в большое болото. Но через него не перейти. Конь нашел тропку и перевез воина на ту сторону большого болота. А там были западные земли? Отец говорит, что когда-нибудь мы их завоюем. Да, когда придет великий вождь. А как мы его узнаем? Великий вождь ни перед кем не склонит колен. Все будут кланяться ему. Он соединит всех гунов в одно племя. И возьмет в руки меч бога войны. А еще он будет ложиться спать без напоминаний. Да, отец. 400-й год нашей эры. Подверженные распаду и разложению, ослабленные политическими распрями и войнами, Римская империя все же оставалась главной силой в мире. Но с востока пришло новое, дикое и независимое племя гунов. Согласно древнему пророчеству, из их среды должен был выйти вождь, который объединит варварские племена и бросит вызов Риму. Аттила, предводитель гунов. Вернемся назад во времени. Не на век или тысячелетия, а во времена существующей вне истории, во времена мифов и фантазии, во времена множества богов и одного великого героя. Амфитрион. Мой муж возвращается с моря. Гера, когда мой муж отправился преследовать убийц моего отца и братьев, я молилась, чтобы он не вернулся. Теперь его корабль стоит в гавани. Мой муж, которого выбрал мне мой отец, супруг, поклоняющийся Зевсу, вернулся побежденным или с победой. Мои молитвы были услышаны? Амфитрион. На тебе свадебная мантия. Позволь увидеть твое лицо. Поговори со мной. Нет. Нет. Тираси. Скажи ему, Тираси, скажи моему мужу, что ты знаешь, кто изнасиловал меня. Это был Зевс, принявший облик амфитриона. Не гори себя за то, что выжил Алла Зевса. Если родится ребенок, я его убью. Я помогу тебе. Вы меня не слышите? Какое тебе дело до этого? Кто ты, слепой нищий? Да, я слепой повелитель. Но я могу видеть то, чего не видите вы. Алкмена родит двух сыновей. Только один будет твоим. Я спрашиваю снова, которого вы убьете. Нет. Это Эфикул. Зевс. Зевс. Он должно быть и правда, твой сын. Геркулес. Плохие вести принесли на мою землю. Любимая Греция была в войне с Троей, которая была далеко за морями. Самый могущий сын из моих друзей, царей Агамельным, именилай, сами пришли ко мне. Я покинул родной дом, не ведая, суждено ли мне будет снова увидеть жену и ребенка. Ты должна позволить мне уйти из твоего сердца. Ты не можешь прожить всю жизнь в одиночестве. Ты всегда будешь моей женой. Ставить паруса. Обрати Трою в пыль. Возвращайся с трофеями поверженных врагов. И мое сердце наполнится радостью. Свиньки горько вздыхают и плачут. И с утра кричат беспокойные чайки. И корабль в пристани стоит. Этот Одиссей. Чтоб ему провалиться. Дома Одиссейю никак не сидится. А жена идет вслед за ним, издыхая и ломая руки, говорит. Ты куда? Одиссей. От жены. От детей. Одиссей. Одиссей. Милый Одиссей. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК. Прошло 400 лет после изгнания последнего правителя из города. Римская республика правит многими народами, но не может справиться со своими проблемами. Город постоянно терзают конфликты между простыми людьми и знатию. Власть разделяют и следят за порядком два солдата, два старых друга. В ней Помпей Великий и Гай Юлий Цезарь. Когда-то Помпея считали великим. Но последние восемь лет, пока Помпей следил за миром в Риме, Цезарь вез воевательный поход в Галии, который принес ему еще больше богатства и славы. Баланс сил изменился. И знать начала опасаться. Путин происходит и из знатной семьи, но Цезарь на стороне простых людей. Такой человек, аристократ с солдатами, деньгами и любовью народа, может сделать себя правителем. Аристократ с солдатами, деньгами и любовью народа, может сделать себя правительством. Аристократ с солдатами, деньгами и любовью народа, может сделать себя правительством. Перед тобой ¡Версингеторик, сын Кельтила! Вожь племени Арверни, командующий мятежной крепостью Олесии, правитель всех галов. Какой участи ты ему желаешь? Цезарь!